Есть в нашей недельной главе корох, одна тема, привел о корохе Рабейну, но лицо вторых, неких, одежда из тхелет, с вопросом, нужно ли тут еще делать цит тхелет или нет. То же самое, мы спросили вопрос на уши Рабейну, когда есть дом полон святых книг, есть дом полон книг Торы. Можно ставить мезузу при входе или нет. Почему именно это, именно это то, что корох привел Моша Рабейну? У него была претензия. Моша Рабейну, Моша Рабейну, был визером Всевышним, таким особо идоли, были выбраны велико они священники. Корох говорит, зачем все это нужно? Это не от Всевышнего, тем самым отрицал Тору Всевышнего. Все строили святые, все могли быть священниками, все могли быть то. Тору Всевышний говорит, что наша глава занимается избранием семьи Арма Коина. Поэтому в этой главе были даны величайшие дары Коины. Почему? В частности, чтобы они могли, способом, заниматься Торой, служением по Отцу, а не заниматься другими делами. То есть, Коарах утверждал, что все равны. Пел же Всевышнему. В общем, все равны. Мы тоже когда-то учили, читали, знали по советской пропаганде. Вот. Тору открываешь, что каждый весь своё место, своя ответственность. Есть место для Коины и также место для левитов. Есть своё место. Более того, Раши пишет в Хумыше, что большинство Коины, а не Бене и Тора. Понимаете, Тора? Тора говорит, что придешь к священнику, который будет в это время, то придется умудриться Торы. Если немножко углубимся и почитаем просто благословление, которое получили на колено Израиля и от Якова Авину, и от Машарабейну. Каждый получил особое благословление, это есть его доля. Колено Леви получило благословление на Тору. И также колено Иссахара, также Иуда. И то, что имя только-только левитов. И тут есть очень интересная вещь. Если немножко вдумаемся в эти вещи. Какой процент народа Израиля были левиты, Коили, и давай всегда еще и Сахара, и Иуда довольно большой. Третья, четверть, четверть народа Израиля примерно. По большому счету, если возьмем только колено Леви, это почти десять процентов народа Израиля. Тот, в каком-то смысле Всевышний раскрыл нам, сколько должен быть процент изучающих Тору, среди народа, постоянно. Это основное занятие со всем народом Израиля. И тут, когда он добавляет рамбом, ворохот, шметай, ювель, ювель. Он говорит о том, что колено левитов, у них нет удела ни в земле, ни в добыче во время войны. Почему? Потому что Всевышний – это их удел. Они занимаются заторой и служением Творцу, а не другими делами. Он добавляет еще одну вещь в рамбе. Что не только колено Леви, а каждый еврей, который выбирает для себя, идти прямо, как создал Всевышний, и пригружается в Тору, он становится подобным колено Леви. И когда, к сожалению, к нашей боли, наши отношедшие Тор и братья, пытаются разрушить выделение колено Леви, пытаются делать всех равными. Повторяется идея короха. Повторяется идея короха. Нам надо знать, есть удел особый. То есть есть точно так же, как Мезуза охраняет весь дом. Точно так же, как Цицит. Она хранит нас от нарушений. И напоминает нас всех заповедей. Так и есть в нашем народе. Часть его, не все, часть его – это изучающие Тору. Будут Левиты, пусть будут не Левиты. Они являются носителем Тора народа Израиля для всех. Поэтому разрушать это – это страшнейший удар по всему нашему народу. И дай Бог, что не произошло, а что требуется от каждого из нас, безусловно, усилить себя в Торе, усилить себя в поддержке во всех отношениях. И что очень принципиально для каждого из нас, я о этом не раз говорил, что все эти разговоры о призыве шепотника в армию, они построены на одном – это презрением и непониманием важности Тора. И то, что все эти компании, которые исходят от Либермана, Лапида и т.п., у них есть, они являются посланниками сатаны в одной вещи. Чтобы в наших глазах тоже была принижена наша святая Тора. Принижена ее важность. Знаете, мы часто смотрим на себя глазами других людей. Когда вокруг нас смотрят, кто неуважительно, то мы сами на себя, не дай Бог может сейчас быть неуважительно. Причина – не относиться серьезно к тому, что мы сделали. Тора – это страшный удар. Поэтому надо противоставить ему, чтобы мы сами по себе, когда занимаемся Торой, понимали важность того, что мы делали. А те, кто поддерживает Тору, понимали важность того, что они делали. И касается каждого еврея, дай Бог все его достойны, что подсчет Торы, подсчет Торы Всевышнего, подсчет тех, кто изучает Тору, вырос в глазах всего нашего народа. И мы действительно достоились всех благословений и прихода Мащиаха. Аммэн Кэйн Гроз. Аммэн Гроз труп и иск�опп – Амм-эн Грозotti – Кстати, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...